Профсоюз главного производителя Титана России вошёл в публичный конфликт с руководителями предприятия. Видите, как здорово. То есть, не поделили. Профсоюз обычно прикормлен, и очень здорово. И вообще это путинская шарага профсоюзы. А тут, видите, что-то коса на камень. То есть, начали они между собой рамсить. Это очень здорово. А с 1 сентября в школах появится новый предмет «Моя Россия. Новые горизонты». Какие горизонты? Я помню, как ты ещё в начале 2000-х, помните, анекдот придумал, когда журналисты спрашивают Путина, а что вас больше всего беспокоит? Больше всего меня беспокоит линия горизонта. Он говорит, а почему линия горизонта? Он говорит, потому что это единственное, что я в России не могу спиздить. Вот, поэтому, да, вот будущее у России Путин уже почти всё украл, почти всё, но не всё. Поэтому новые горизонты будут без Путина и без вот этих гадов. Путин по видеосвязи запустил движение по участку трассы М4 в обход Аксай и Краснодара. То есть, видите, боится он высунуться даже туда. Там они могли обеспечить его безопасность, ну, если не на 100%, но очень серьёзно. Ну, представляете, пустая дорога, никого нет вообще. Да, то есть, подход к трассе достаточно сложный, очень сложный подход к трассе. Дроны, ну, как-то можно там их, так сказать, парировать, да, пригнав много систем ПО. Но Путин не решился. И это говорит очень о многом. Глава Росрыболовства Шестаков призвал строить специализированные рыбные порты. Кого всё не призывают? Давайте строить порты. Ну, давай строй. То есть, под занавес тоже хочет украсть денег, как можно больше. Помощник Путина заявил о бьющемся рекорде, рекорды оптимизме россиян. Это Орешкин. Вот этот важен широкий оптимизм населения, уровень оптимизма населения на рекордных максимум. Ну, блядь, ну, что ж, дуракам так им пальцы покажи, ему уже смешно. Так что оптимизм просто зашкаливает. Да, особенно будут оптимистично они вешать Орешкина. Конечно, это гнида редкостная, этот Орешкин. Все остальные гниды, его дружки уже разбежались. А он, видите, сидит до упора. Так что всякие дворковичи и прочие, они уже все убежали. А этот всё ожидает. Ну, я думаю, дождётся 100%. Оптимистично. Очень он рассуждает. Федеральная служба исполнения наказаний начала подбирать осужденных для отправки на автобас. Видите, как здорово. То есть, скоро осуждённые везде будут работать. Людей нормальных отовсюду выгонят и везде засунут осуждённых. А так как их будет не хватать, то нормальных людей будут тащить вначале в тюрьму, а потом уже на химию, как раньше это называлось. В России развивается частная космонавтика. Холдинг Т-1 и СР-Спейс организует первый в России частный запуск ракеты в космос. Пилотный запуск запланирован на конец этого года. В ходе полёта ракета пересечёт линию Кармана. Ну, в данном случае, линию Кармана. Это 100 километров над уровнем моря. То есть, они пустят на 100 километров какую-то ракету, её можно совершенно спокойно собрать в гараже при современных двигателях. Абсолютно никаких проблем. Некоторые метеорологические ракеты на такую высоту взлетают. То есть, на самом деле, я думаю, они просто возьмут какую-то метеорологическую ракету, получили какие-то деньги от путинских, от Роскосмоса, от кого угодно, запустят её туда, скажут, видите, как у нас хорошо получилось. Она туда взлетела, какой-то сигнал подала, и всё. А может быть, что-то ещё будет. А может вообще запускать ничего не будут, просто украдут деньги. Так что посмотрим, мне просто интересно. В подмосковном городе Котельники жёны таджиков-гастарбайтеров напали на россиянку. Ну, то есть, продолжается всё в этих Котельниках. Вроде туда уже и полицаи приезжали росгвардейцы, всех вязали, таскали. А там мигранты здорово буреют, и всё доведено до крайней точки кипения. Поэтому, что будет восстание мигрантов в России, я не сомневаюсь. Что оно организовано и организуемо, я не сомневаюсь. Но оно может начаться случайно. Вот с таких вещей. То есть, причина будет в другом, а поводом может послужить вот такое дело. И начнётся очень серьёзное восстание. В Алтае ОМОН перепугал школьников, отдыхавших на турбазе. Представляете, то есть, туда ворвались на турбазу с автоматами. Это была проверка, работает ли турбаза с лицензией. Просто жесть. Вот интересно. В ориентировке полиции в Курагино... Да, вот я сейчас покажу эту ориентировку. Её обязательно надо посмотреть. Интересно. Да, ориентировка. Что разыскивают извращенца, который мастурбировал на улице. И фотографию покойного аксёра Гаркалина кто-то прицепил туда. То есть, это просто жаль. То есть, таких людей, которые там мастурбируют на улице, в ментовской называют антенщики. Любимое такое выражение. А вообще, вообще получилось какой-то Сальвадор Дали просто, которого разыскивают. Вопрос к знатокам. Почему я вот того извращенца, который мастурбировал на улице, и который попал даже в ориентировки в ментовские, что раньше никогда не было. В советский период, когда я в милиции работал, антенщики были, их ловили, конечно. Но ориентировок таких не было. И почему я его назвал Сальвадор Дали? Вот у кого есть версии? Гаркалин в шоке. Дали, картина же есть великий мастурбатор. Правильно. Дали и называл себя великий мастурбатор. Браво. Вы молодец. Вот и этот тоже такой же, как Дали. У Дали есть картина великий мастурбатор. Да. Все правильно. Вы молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Дали. 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 Далее. Далее.